По народному календарю сегодня заклинание весны. В это время начинают петь птицы и тает снег. В Самаре утро выдалось солнечным и, несмотря на вчерашний снегопад, по-настоящему весенним. С последствиями капризов природы с начала дня борются в сквере на пересечении улиц Авроры и аэродромной. Еще недавно здесь был стихийный рынок, образовавшийся в 90-х годах, из-за чего гулять было невозможно, мешали грязь и неприятные запахи. А чтобы дойти до остановки, приходилось преодолевать полосу препятствий в виде мусора, который недобросовестные торговцы бросали прямо посреди улицы, рассказывает Светлана Кучерова. А ведь когда-то, вспоминает женщина, это было ее любимым местом для неспешных прогулок. Светлана родилась и выросла в советском районе и очень обрадовалась, когда местный бульвар привели в порядок. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». По вечерам, каждый вечер обязательно здесь прогулка, а зимой какая красота была. Это невозможно передать. Ну, действительно, красиво, уютно, уютно. И действительно, это вот наш уголок райский. За благоустройство этого сквера в режиме онлайн проголосовали сами самарцы. Местные жители участвовали в разработке дизайн-проекта. Теперь это снова приятное место для прогулок. С лавочками, освещением, спортивным уголком и сухим фонтаном. Мало преобразить, нужно еще и сохранить. На страже порядка в сквере целая команда. Круглыми сутками здесь наводят порядок, убирают мусор, чистят снег. Снегопады количество рабочих увеличивают, чтобы самарцы не успели заметить последствия капризов погоды. Обслуживающая организация рассказывает, с потеплением работ только прибавится. В течение и осени, и зимы здесь ведется уход. По случаю падения, значит, осадков обязательно и между осадками. То есть обработка, если противогололедными материалами, это проводится регулярно. Работы, конечно, больше, а с наступлением теплого периода еще больше будет. Люди все будут здесь находиться. Здесь есть и тренажеры, а вот здесь есть беседки. Люди будут выходить и находиться там. И, естественно, добавятся еще светлые ночи. Какие общественные пространства благоустроят в 2022 году, решат также жители. Онлайн-голосование за территорией будет проходить с 26 апреля по 30 мая на платформе, указанной на экране. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства. Мария Левина, Сергей Баскин, Субтитры создавал DimaTorzok